Это условная граница лесопарка, место, где ежедневно отдыхают сотни рязанцев. Но, видимо, кто-то решил, что эта зеленая зона – отличная территория для утилизации опасных отходов, раз выбросил здесь несколько десятков ртутных ламп. Здесь около 15 коробок с ртутными лампами. Большая часть из них запакованы. Вот только есть и разбитые, осколки которых разбросаны вокруг. Теперь эту землю, по словам экспертов, надо обеззараживать. Внутри таких ламп ртутно содержащийся газ. Он попал в почву, остался на листях и траве. Остатки вредных веществ могут распространяться по всему парку. Это, кстати, вот ситуация высвечивает несколько проблем таких, которые никак не удается решить ни на городском, областном, ни на федеральном уровне. У нас выбросить мусор, заплатить за утилизацию дороже стоит, чем штраф за несанкционированный. Такой парадокс, что штраф на частное лицо от 500 рублей. По словам Евгения Рыбакова, мало кто знает, куда эти самые лампы утилизировать. Ясно одно, выкидывать их вместе с бытовыми и пищевыми отходами нельзя, что уж и говорить о зеленой зоне города. По словам экспертов, сдать ртутные лампы можно в свою ЖЭУ или управляющую компанию. Для этого достаточно прийти в рабочее время, взять с собой паспорт и сдавать лампы исключительно по месту прописки. В некоторых торговых центрах также установлены специальные контейнеры для сбора ртутных ламп и батареек. Утилизировать их можно и платно. Этим занимаются специализированные компании. Одно ясное – ситуацию оставлять без присмотра нельзя. Экологи уже занялись этим вопросом. Мы пишем письма в Роспотребнадзор, в прокуратуру, для того, чтобы приняли какие-то действия, предприняли и нашли виновников. Сколько будут оставаться ртутные лампы в Рязанском лесопарке неизвестно. С каждым дождем ядовитые примеси будут впитываться в почву, отравляя все вокруг. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.